Так, в данном видео мы рассмотрим, какие тематики запрещено рекламировать в Google Ads, Google AdWords. Ну, для начала давайте посмотрим вообще, зачем это нужно знать. Когда вы берете проект контекстной рекламы, вы должны понимать, а можно ли вообще этот проект рекламировать в Google. Ну, например, если вы этого не сделаете до этапа настройки и запуска, вы можете попасть, когда вы все настроите, вы говорите клиенту, что все нормально, мы готовы, мы начинаем, запускаем рекламу. И тут у вас отполняют все объявления. Или рекламный аккаунт может быть забанен, заблокирован и даже деньги иногда оттуда вывести нельзя. Это происходит из-за того, что у Google есть своя политика относительно того, что можно рекламировать, а что нельзя рекламировать, согласно которой какие-то тематики можем рекламировать, какие-то запрещены. Это очень важно понять еще до запуска рекламы и отсечь те проекты, которые мы не можем рекламировать с помощью Google Ads. Давайте разбираться. Первое – это запрещенный контент. Что это? Это контент, который не допускается к показу в рекламной сети Google. Ну, то есть к нему относятся поддельные товары, опасные товары и услуги, пособничество, недобросовестная деятельность, недопустимое содержание. Дальше есть еще запрещенная деятельность. Ну, это то, что надо избегать рекламодателям. Ну, то есть это мы. Кто настраивает рекламу? Нарушение правил использования рекламной сети. То есть нельзя нарушать правила. Дальше нельзя сбор и использование данных персональных по федеральному закону. Ну, и, конечно же, искажать факты. То есть говорить, что черное – это белое, белое – это черное. И, конечно же, контент с ограничениями на просмотр. То есть, что это? Что это такое? Ну, это материалы и тематики, которые можно рекламировать, но они допускаются к рекламе с ограничениями. Это рекламные материалы. Не во всех случаях, не во всех странах. К такой тематике относятся азартные игры, алкоголь, здравоохранение, фармацевтика, политические материалы, юридические требования и еще запрещенные типы бизнеса. Например, алкоголь. Алкоголь можно рекламировать в России и на Украине. Но в контекстно-медийной сети нельзя его рекламировать в этих странах. В США можно рекламировать алкоголь в КМС в контекстно-медийной сети. Если клиент у вас находится не в странах СНГ, то там можно в контекстно-медийной сети. А, например, в странах СНГ только поисковая реклама. В Ютубе тоже не проходит эта реклама. То же самое касается других тематик. Сейчас очень... Криптовалюта, например, была недавно очень популярна. Категорически запрещена рекламировать в Гугле. На самом деле в крупных сервисах Яндекс, Фейсбук, Вконтакте тоже отказались от рекламы криптовалюты. Но можно рекламировать криптовалюты, если не будет упоминания на сайте о том, что это биткоин, криптовалюта, вложение в валюту. Есть инвестиции. С этих инвестиций можно получить прибыль. Если так трактовать, то можно рекламировать. Но вот эти все нюансы и тонкости нужно изучить до запуска рекламы. Для того, чтобы изучить тематику проекта, нужно узнать, какой проект, какая тематика. Идем в справку Гугла и проверяем, можем ли мы вообще рекламировать это. Давайте перейдем в Google.com, в инкогнито. И спросим. Все можно найти в Гугле. Правила рекламы. Google. Правила рекламы. Google. Справка. Вот вам и все требования. Запрещенный контент. Это поддельные товары, опасные товары-услуги, пособничество, запрещенная деятельность. Его вообще никак нельзя. Запрещенная деятельность. Контент с ограничениями на просмотр. Содержание только для взрослых. Алкоголь разрешаем, если оно соответствует законодательству. Путем перегонки. Самогон нельзя рекламировать. Например. Все смотрим и читаем. Завод здравоохранения. Медицинское. Творару фигу связан с медицинским. Применимы с законом и отраслям. Лекарства. Не во всех странах. Например. В Канаде, Новой Зеландии и США. По рецепту. Без рецепта. В России есть лекарства. Без рецепта. Россия. Да, можем. Другие производители и поставщики. Сертификация должна быть у вас. Вот тут подробно читаем всю информацию, чтобы мы полимали, насколько проблемно в целом или нет. Нет. Что для этого нужно? Еще до запуска. Что? Надо будет подать заявку на сертификацию. Заполним форму. Так, России что-то я здесь не вижу. Скорее всего, в России мы... Здесь в России нету таргетинга на Германию. Скорее всего, Германию из опыта мы не сможем сделать. Очень сложно там пройти модерацию. Соответственно, выбираем тематику. Внимательно вчитываемся в требования, которые говорит нам справка Гугла. Мы могли... Можем ли мы вообще продвигать и рекламировать данный проект в контекстной рекламе. Гугла. Ну что, там готово. Купол.